Дорогие отцы, братья и сестры Слов, как можно меньше разговоров, как можно больше внимания уделить самому себе То есть, как бы, понятно, время такое тяжелое, ну, не всегда тяжелое Но люди не должны забывать, что Бог заботится о каждой душе Надо думать, в прежде очередь, о себе самом Я, что я сегодня делаю, это будет способствовать спасению моей собственной души Люди многие почему-то думают о других А надо думать о себе самом То, что я сегодня делаю, то, что я буду делать завтра Для моей собственной души это гибель или спасение И вот в эти дни Великого Поста, то есть мы, как бы, монахи, мы это уже замечаем Что в эти дни спускается на землю особая благодать Божья То есть, если, ну, как бы, все легче делается И вот с каждым годом, вот я уже в монастыре, с каждым годом Это ощущается действительно прям присутствие особенной Божьей помощи То есть, в эти дни, как бы, все получается Ну, раньше было тяжелее, ну, когда мало молился Сейчас-то все-таки уже и правила монашеская, и опыт какой-то есть И прям чувствуешь, что прям, вот только что-то просишь у Бога и получаешь То есть, с каждым годом все меняется И уже осмысление всего происходит И вот просто, как бы, и поэтому хочется делиться с людьми То есть, почему люди как раз стремятся в монастырь Для того, чтобы поговорить с монахами о том, чем они научились А на самом деле, люди учатся, потому что они живут в молитве Если люди в миру занимаются молитвой и трудом, семьей, какими-то общественными делами, семейными То все-таки в монастыре человек больше направлен на то, как наладить вот эту самую связь с Богом Потому что, вот именно, когда эта связь налажена Тогда и все в жизни налаживается у человека И все вокруг него, как преподобный Серафим Саровский говорил Стижи дух мирен А дух мирен можно как стяжать только? Если у тебя часто очищается от страстей, от помыслов На него вселяется дух Божий, благодать Божья И все по-другому, все меняется То есть, как бы, совсем на все по-другому смотрится Добрый день Можно ли узнать мнение Нужно ли возвращаться в Россию? Я 20 лет живу во Франции Родила 4 детей Муж родом из Молдавии Ну вот, не знаю, как этой женщине То есть, как бы, дорогие мои Как бы, нет таких общих советов Нужно или не нужно Каждый конкретный случай Помню, была одна женщина Из одной европейской страны И мы разговаривали Она говорит, батюшка, вот как вот Ты не знаешь, что делать Я хочу вернуться обратно Я говорю, а как же два твоих Прекрасных, красивых Она сама сказала, что у нее очень красивые Два сына Я говорю, как ты их оставишь? Там? Одних? На растерзание? Красивым европейским людям? Я говорю, нет, я тебе не хочу такого Не советую Приказать не могу Но я не благословляю Если вы спрашиваете Благословляю вас лично? Вас нет Вот вы вышли замуж То есть, может быть, Господь через вас Вот этим вот вашему мужу Европейцу И этим вам ужим Красивым парням Европейцам Вы нужны там Да, вы сейчас Уедете сюда А они останутся там Русского они языка Не выучили Может, тоже европейец В этой дикой Варварской России Жить не хочет Поэтому Это ваш крест Раз вы его выбрали Идите до конца Живите там А вот суд для этой женщины Это надо, конечно, говорить Спрашивать Что там Ну, по исповеди За последние года Два Я могу действительно сказать Что да, люди уезжают оттуда Потому что им становится Тяжелее и тяжелее Ну, если только могу сказать Как бы последние данные То, что я знаю Во Франции И во Франции И в Англии В законодательном уровне Уже принято Такие законы Что ребенок Без разрешения Родителей В 10 лет Может поменять себе пол Но если в таком мире жить Кому-то можно Ну, пожалуйста То есть Во Франции Сейчас Выдвигается Новый закон Ну, пока что На рассмотрении Я не знаю Он принят или нет Но он гласит Что Если родители Будут препятствовать Ребенку Поменять пол Десятилетнему Это уголовно Коноказуемое дело Ну, если в таком мире Можно жить Пожалуйста На самом деле Самая демократическая Страна Конечно У нас Вот Так что Это Общего совета нет Каждый решает Сам для себя То есть Да Вам всем Мне повезло Что я родился В православной себе В православной стране Рядом с православным Храмом Все ясно Все просто Все понятно Никаких лишних вопросов И вокруг меня Окружают Такие же Самые люди Как я Которые Точно так же Как я думаю И Не просто жить Зачем мне Ее усложнять То есть Как бы В Евангелии Есть заповедь Будьте Единомысленны То есть Когда меня спрашивают Сколько заповедей Ну, там Посчитай Каждое Предложение Написано В повелительном наклонении Это уже заповедь Будьте Единомысленны А если мы не можем По какому-то поводу Найти Единомыслие Зачем мне такое общество Поэтому я вот Живу в обществе Где все вокруг меня Единомысленно Мы Как бы Если нам какие-то Получаются Разномыслия Собираемся Обсуждаем И приходим К единому мнению Двух мнений Не должно быть Двух Это неправильно Это не по Библии Это не по Евангелию Это не по любви Надо решить вопрос Один И как бы И Как бы В семье Муж хочет одного Жена хочет другого Кто-то Если Они оба Приходят Единомыслие У них мир и порядок Если они Каждаем На своем Семья разлаживается Они расходятся Потом Какая там формулировка Обычно Не сошлись характерами Это вранье Не сошлись Во мнениях Характеры Там могут быть Разные Во мнениях Не сложились Это вранье Что это характер Любые характеры Могут сложиться Они просто Не смогли выбрать Одного мнения По одному Какому-то вопросу И это вина Не их характеров А их умовоззрение Их воспитание То есть Почему они не смогли Уступить друг другу Один Или настоять на своем Доказать свою правоту А другой Признать свою неправоту На самом деле Вот сколько я По жизни Да, тяжело Признать свою неправоту Но когда ты ее признаешь Становится легче Вроде бы думаешь Ну сейчас я проиграл Очень тяжело Проигрывать Потому что Я гордый человек Поэтому Я вообще не люблю Проигрывать Больно Но потом Я заметил Что проиграл И забываешь Об этом Об этом проигрыше Это как бы Милость Божья Чтобы мою гордыню Не убивать до конца Чтобы я себе Сам себе плохо Не сделал Господь как бы Убирает эту память О том Что мне было плохо Поэтому На самом деле Это очень хорошее упражнение Признать свою неправоту Не сказать Да, я был неправ Простите Давайте вместе Найдем общее решение И будем идти дальше Так же Так Ну вот следующий вопрос Как дисциплинировать себя И понудить К прочтению правил Это не ко мне Я до сих пор Не могу себя принудить То есть Как я могу других учить Чем-то Я сам до сих пор Каждый день Я себя понуждаю Встал Посмотрел Ой, сколько у меня еще сегодня То есть Бывают дни Да Действительно Прям-прям Легко Радостно А бывает Прям так тяжело Но Так же и говорят Что нет такого Чтобы даже На воде Гладь была Без единой волны Такого же не бывает Бывает и штиль Бывает и буря Бывает И все это бывает Из-за чего? Из-за общения с людьми Ну как бы Я как священник Не только Не как монах А как священник Бывает Пообщаешься с одним человеком На душе тихо И спокойно Радостно А бывает Пообщаешься с человеком И на душе тебя трясет Просто Вот я езжу В тюрьмы На послушание такое И после тюрьмы Обычно Сутки-двое Прихожу в себя Когда И особенно Бывает тяжело Насколько Вот насколько Этот мир Страшный Настолько бывает Тяжело Что Просто трясет Вышел Вроде бы Приехал в тюрьму Отслужили Литургию Поисповедовались Люди Вроде бы Все хорошо Но тяжело Почему-то И заметил Такую вещь Тяжело бывает Не когда ребята Которые часто Исповедуются А когда появляется Человек Который только что И первый раз В жизни Исповедуется Вот он попал За какое-то преступление Вот он Пришел на исповедь В храм И он начинает Исповедоваться И говорит Свои грехи Первый раз В жизни Вот после Такой первой Исповеди Очень тяжело Но опять Просто Поражаешься Божьей Богодать Проходит Какое-то время И прям Как рукой Снимает То есть Мне говорили Что как бы Священник Он несет Часть Ответственности За грехи Человека За грехи Которые он Исповедует Кстати Чтобы вы знали Священники Не все имеют Право Исповедовать грехи И грехи Которые священник Посылает К епископу Только он Может снять Разрешить Этот грех Ну это уже Как бы Конкретная тема Это уже Отдельно обсуждать Но чтобы вы знали Не все грехи Простой священник Может исповедовать И сказать Власти данными Бога Прощайте Разрешайте Все грехов твоих Не все Есть грехи Которые обязательно Надо идти к епископу И только он Своей властью Абсолютной Власти епископа Может их разрешить Поэтому Дисциплинировать себя Просто Это начинается Все еще С детского сада Как вы своего ребенка Как вас То есть Если у вас Дисциплина Научили с детства То вам легко будет И в школе учиться И в институте учиться И правила выполнять А если этого не было То надо для себя Как бы Не то что уговаривать А надо говорить Кто я такой Я Христов Воин Вокруг меня Бесы Не люди А бесы Они смотрят на меня То есть как бы Кто я такой И если я Плохой воин А если Подразделение Воинское Стоит А в нем Есть плохой воин Через этого Плохого воина Можно все Подразделение Убить Поэтому Я должен Свой фланг Свой Как бы Сектор обороны Должен держать А если я его Не буду держать Погибнут Другие То есть надо Чувствовать Свою ответственность За других людей За ваших близких За тех людей Которые к вам Обращаются За советами За помощью Почему Многие Говорят Почему Священники Совершают ошибки Как вот Написано Во многих Духовной литературе Потому что Священник Сам не заботился О чистоте Своего сердца То есть Когда Человек Не важно Даже Священник Просто человек Живет в молитве Живет В выполнении Заповедей Божьих К нему Обращаются Люди За помощью Советами Даже К нашим Бабушкам Дедушкам Они Можете Ошибаться Но все-таки Их духовный Опыт Плюс Молитвенное Состояние Души Дает Человеку Возможность Отвечать Правильно На поставленный Вопрос А когда Человек Сам о себе Не заботится О очищении Своей души Ну даже Элементарно Приходят люди Там Бабка Какая-то Сидит И отвечает Там Лечит Людей И Первый вопрос Человек Просто мне рассказывал Человек Я у нее спрашиваю Бабуля Вы давно были На исповеди А зачем Ну все понятно Все до свидания У меня к вам Вопросов больше нет То есть Он Верующий Православный Христианин Понял сразу же Куда его Привела жена Чтобы решить Там вопрос Какой-то Если Человек Не ходит На исповеди Не общается Со священником Не заботится О спасении Своей собственной Души Что от него Можно ожидать Значит Или ведьма Или человек В великой Прелести Находящийся Который Считает Что он Не ошибается Люди Не могут Не ошибаться Не ошибался Только один Бога Человек Больше Никто Нет человека Который Не совершает Ошибки Все мы Совершаем Или словами Или делами Или мыслями То есть Как бы Поэтому Надо вот именно Понимать Что я Воин Христов И если Со мной Что-то будет Не так Значит Пострадают Люди Вокруг Меня Поэтому Я сегодня Должен Сделать То-то То-то И то-то А если Я этого Не сделаю Кто-то Пострадает Вот это И есть Называется Часть Положить Душу Свою За Други Своя То есть Я буду Тратить Своё Время Я буду Своей силы Своё здоровье На выполнение Вот этого Самого Правила Молитвенного Да у кого Ноги болят У кого Глаза болят У кого Там Дело Болит Ну Выполнил Правила И спокойно Вот Сколько Многих Мне рассказывают Близкие люди Он старается Большую часть Правила Выполнять Утром Надо встать В 7 Надо встать В 6 Все выполняет Правила А потом Весь день Ну как Утренние молитвы Прочитал Евангелие Псалтирь Там Иисусова Молитва Там 300 Человек Считает Акаф Сити Николаю И пошел Уже дальше По своим делам И уже в течение Дня Там Какие-то Свои Еще Что-то Что-то Делает У монахов Конечно Больше Правила У нас Утренние Утром Служба Вечером Служба У нас У нас Время И для Молитвы И для Выполнения Правила Дается Все Поэтому Вот именно Таким Способом Я бы Предложил Чтобы Заниматься Что Именно Себя Понуждать Потому что Могут Пострадать Другие А если Я сегодня Все сделаю И на меня Сегодня Нападут Бесы Я смогу Сам Отбиться И помочь Еще и Кому-то Добрый день Как понять Что это Именно Твой Духовный Отец Это Уж Каждый Человек Сам Решает Монастырь Это Просто Наместник Вызывает И говорит Отец Борис Ты Духовный Отец Вот Его Все Он Есть И Выполняет У нас Просто То есть Как бы Вот у вас Конечно Но Это Решает Каждый Человек Как Понять Что это Твой Духовный Отец Во-первых Надо Обозначить Это Бачка Я У вас Осповедуюсь Уже Год Или Два Или Три Вроде Я Вослушаюсь Вроде Все Ваши Советы Старяюсь Выполнять Можно Мне Считать Вас Своим Духовным Отцом Ну и уже Священник Говорит Да Можно Или Нет Еще Рано То есть Священник Решает Или Бачка Я вас Выбрал Вы Мой Духовный Отец Все Понятно Потому что Через месяц Этот же Человек Скажет Бачка Вы Чем-то Мне Не Нравитесь Я Выбрал Себе Другого Духовного Отца Вот И Такое Бывает Такое Зачастую Кстати Поэтому Не нужно Стремиться Чтобы А вот Кто Твой Духовник Я Пока Еще Не Выбрал То Не Нужно Себя Придумывать Надо Жить В Реальном Мире Потому что К большому Сожалению Люди Которые Приходят Церковь Ведут Себя Как Неофиты То Есть Как Б Вот Сказали Что Должен Духовный Отец Ну Ты Выбирай Смотри Кого Ты Готов Слушать Кто Говорит От Своего Ума А Кто Говорит От Священного Писания Чьи Слова Тебе Ложатся На душу Или Чьи Слова Не Ложатся На душу То Тебе Твой Отец Духом Не Просто Твой Отец Отцов Не Выбирают Говорят У нас Отцов Не Выбирают У нас Четко Всего Монахов Мы Не Выбираем Отцов Кого Нам Бог Назначит Отцом Тот И Будет Отцом Нам Проще Мы Поэтому Можно Подойти К Старцам К Отцу Велик Батюш Я Не Знаю У меня К Трем Батюшкам Хожу К Отцу Петру К Отцу Иоанна К Отцу Павлу Назначите Мне Пожалуйста Кто Будет Мой Духовный Отцом Духовнику К Отцу Тихону Духовником Монастыря И Пусть Он Назначит Но Тогда Извините Если Не Будете Послушаетесь У Вас Будут Проблемы Но Это Как Бы Правильно То Я Хожу К Такому Такому Выбор И Вы На Выбор Даете И вам Говорят Вот Такому Иди А там Время Все Поставить На свои Места Правильный Либо Выбор Выбор Всегда Можно Поменять Это Не Страшно Главное Это Спасение Души Надо Думать Об Этому А не Тот Этот Не Нравится Этот Не Нравится Этот Так Говорит Это Так Надо Именно Для Моей Душе Это Полезно Если Не Полезно Можно Я Буду К Другому Батюшке Ходить Конечно Можно Какие Проблемы Это Твоя Душа То Если Уровень Моей Духовной Подготовки Для Тебя Уже Мал Конечно Иди К Другому Которому Больше Тебе Даст Советов И Так Далее Это Не Секта Это Живая Это Жизнь Поэтому Должно Быть Все Легко И Просто Без Напряжений Каких То Есть Как Боле Извление Души Человека Не Должно Быть Насилие Должна Быть Свободная Воля Что Делать О Как Раз Следующий Вопрос Что Делать Когда Чувствуешь Недоверие К Своему Духовному Отцу Вот Это Слово Недоверие Духовному Отцу Я Не Знаю Что Это Такое Недоверие Своему Духовному Отцу Вот У меня Был Отец Ну Мой Родной А как Им Можем Дверять Он Отец Все Что Он Сделает Значит Так И надо Даст Мне Погладить Недоверие Заставить Меня Учить До утра Какое Задание Значит Так Надо И Все То есть Если Что-то Отец Говорит Если Я Выбыл Себя Отца Духовного И он Говорит Делай То-то И То-то Я Не Спрашиваю Справлюсь Я С Этим Не Справлюсь Нужно Мне Это Не Нужно Он Знает За Меня Все За Его Святые Молитвы Все Будет Хорошо Даже Если Он Что-то Мне Скажет А Мне Это Не Понравится Я Все Рано Буду Делать Потому Что Если Даже Его Совет Был Неправильный Для Меня Мое Движение Души Выполнить Волю Моего Духовного Отца Бог Исправит Во Благо Бог Всегда Исполняет Любое Зло Во Благо Даже Вроде Нам Каживающееся Зло На самом Деле Потом Почему-то Превращается Нам Во Благо Куда-то Вляпался Куда-то Человек Попал В какую-то Беду Вроде Все Конец А потом Оказывается Что Он Выходит Из Передряги Целым Живым Невредимым Но Со Шрамом И С Духовным Опытом И Еще Может Кому-то В Жизни Поможет В Такой Ситуации Выбраться Поэтому Не Зря Это Была Злая Ситуация В Его Жизни То Еще Возвращаюсь К этому Вопросу Что Надо Уметь Признавать Свои Ошибки Свою Неправоту Это Все Опыт Для Дальнейшей Будущей Жизни И Человека Самого Себя И Для Окружающих Людей Так Вот Сейчас Какая-то Чудовищная Нечерская Война На Духовном Уровне Как Правильно Поступать Когда Сталкиваешься Откровенной Ложью Цинизмом И Глумлением Пройти Мимо Не Могу Хочу Защитить Добро И Обличить Зло Я Об этом Постоянно Проповеди Говорю Преподобный Силан Афонский Говорил Если Видишь Зло Если Видишь Согрешающего Человека У Тебя Есть Повод За Него Помолиться Для Чего Нам Должно Видеть Грехи Других Людей Просто Помолить За Него Просто Не Метайте Бисер Перед Свиньями Если Ты Видишь Человека Перед Собой И Ты Видишь Что Твои Слова Для Него Пустой Звук Не Надо Говорить Об Этому Не Надо Ему Ничего Говорить Если Человек Просит У Тебя Помощи Окажи Ему Эту Помощь Если Он Не Просит От Творить Зло Ты Можешь Лезть К Нему И Вмешаться Ему Это Как-то Это Насилие Согласитесь Тебя Не Приглашают А ты Пришел Но Если Вы Видите Конечно Зло Творится Надо Это Зло Как-то Остановить Но Сначала Помолиться За Него Но Если Угроза Жизни Да Там Конечно Надо Вмешаться Даже Душу Свою Положить За Други Своя А Если Это Не Касается Лишения Жизни Просто Как Стой Рядом И Послужи Таким Немым Свидетелем Совершающегося Преступления Я вам скажу Такой Случай Один Парень Решил Обидеть Девушку Ну Вы знаете Как парни Обижают Девушку В темном лесу А Девушка Всегда Молилась Божьей Матери Она Как бы От станции Шла К своему Дому Через Перелесок И там Этот парень Пожидал И хотел Ее Обидеть И тут Появилась Божья Матерь Женщина В черном И Стала Рядом Он Говорит Отойди Отсюда Он Говорит Нет Не Отойду То есть Она Она Без Ангелов То есть Никто Не налетел На этого Парня Не Начало Терзать Она Просто Стала Рядом Появилась И Смотрела Как он Пытался Ее Обидеть Ему Стало Стыдно Говорит Отойди Отсюда Ты Что Кто Такая Говорит Не Отойду Я буду Стоять Здесь Ему Стало Стыдно Конечно Божья Матерь Исчезла А этот Парень Ничего Не Сделал Но То есть Нет Они Не Поженились Все Такое Но На него Напол Такой Страх Ужас И стыд Что Он После Девушки Потом Помогал Был Ее Ангелом Хранителем Во Все То есть Не Без Всяких Каких-то Претензий На Что-то Там Стать Мужем Или Там Так Далее Нет Он Просто Ее Защищал Но Он Ее Не Обидел То есть Божья Матерь Явилась Одна Без Воинства Ангельского Никто Его Не Бил Никто Ему Просто Настало И Стало Смотреть На То Что Он Хочет Делать Он Говорит Ты Хочешь Делай Делай Я Посмотрю Я Ничего Не буду Делать Просто Делай Своё Дело Стыдно Стало Вот Так Вот Можно Остановить То есть Если Человек Верит В Душе Чистое Сердце Или Хотя Бо Намерение Очистить Своё Сердце Он Может Всё Поменять Вокруг Себя Как Мне Нравятся Такие Слова Где-то Я Слышал Бог Целует Даже Намерение Кто-то Сказал Не Помню Но Очень Мне Понравилось То Что Даже Намерение Человека Сделать Добро Бог Уже Это Приветствует Вспомните Это Известный Случай Когда Монаху Ивелся Ангел И сказал Иди В монастырь Иди В публичный Дом В соседнем Городе Там Возьми Вот Такую Машу И отведи В женский Монастырь Ну Монах Есть Встал Пошел Приходит В публичный Дом И говорит Где Здесь Маша Ему Говорят Он Маша Монах Пришел Повеселиться Заходит Там Маша Говорит Маша У меня Ангел Явился Божий Сказал Тебе Забрать И отвезти В монастырь Она Говорит Пошли Отче Встал И пошла Он Поразился Ее Вот Этому Полному Доверию То Есть Без Всяких Приготовлений О Своих Вещах О Своих Делах Встала И пошла За ним И вот Господь И когда они Шли Ночью Монастырь Они в пустыне Заночевали Он лег Здесь А ей Положил Как бы Там В ста метрах Постель Приготовил Сказал Я пойду Молиться А ты Ложись Спать И уложил И сам Пошел Молиться Только Начал Молиться И видит Что С неба Луч Луч Ну Огненный И по нему Ангел Спускается И забирает Душу Этой Девушки Маши Замолился Господи А как так Она же ничего Не сделала Она же в публичном доме Занималась Развратом И Как это Так получилось Что Ему как раз Сказали А уже Не могут В ее случае Богу не нужны Ее труды Молитвы Достаточно Ее желания То есть Бог уже знал Уже знает Что она Всю жизнь Настолько Она покаяла Своей души Она бы уже Не свернула бы С этого пути Так зачем Это надо Все Она уже Вот Это ее действительно Она уже решила Спасти свою душу Все Вот для нее Это так Для нас Это по-другому Для каждого Из нас То есть Каждый из нас Уйдет На тот свет К Богу В тот момент Когда Бог Решит Когда Или мы Как говорил Батюшка Вроси Или мы Готовы К царству Небесному Или наша Уже дальнейшая Жизнь Принесет Вред И нам Самим И всем Окружающим Только тогда Господь Забирает душу Человек Здравствуйте Как преодолеть Душевную боль И пустоту Сердца После ухода Мамы Неожиданную Вечность Стараюсь Молиться За нее Очень тяжело Без этого Человека Но как Верующий Человек Я вам скажу Такую вещь Когда Моя мама Ушла Это было В 16 лет На похоронах Вообще Все эти действия Не плакали На похоронах Только два человека Я и моя сестра Все остальные Плакали И говорили Какие бессердечные Дети А мы не могли понять А почему все Плачут Мама же Убог То есть Господь Ее забрал То есть Мы не могли понять А что Срослые Все переживают То есть Я вырос В верующей семье И был Так воспитан Что все происходит По воле Божией Придайся На волю Божией И все сделай Раз Господь забрал Маму Значит так надо Откуда мы знаем Что там было И как Мы были Спокойны Не было Вот этих Переживаний Не было Вот этой Тяжести Просто не было Потому что Смерть Для нас Для маленького У меня Я не маленький 16 лет было Сестренки 12 Для нас нет Смерти Мы вот так выросли Что есть только Вечность Это просто дверь В ту В другую реальность В другую комнату В другой дворец Нет смерти То есть Смерть страшна Для тех людей Которые Думают Что там Пустота Или там Что-то Чего-то Что еще страшнее Чем здесь Для нас Смерть страшна А для Вежущего человека За дверью Стоит Христос Он тебя встречает То есть Как бы Вот я здесь Был Был Занимался Делами Трудился Было жарко Было холодно Было больно А там нет ни боли Мы же маленькие читали В молитвах Утренних Вечерних Псалтыри О том Что жизнь Будущего века Там совсем другая И в Евангелии читали То есть Родители Я просто благодарен Богу Что у меня еще И родители верующие То есть И в Евангелии Дума было И в Псалтырь Дума был И мне сестра Рассказывает Что вот А ты помнишь К нам приходили люди И какие-то Калики Перехожие И какие-то там В цепях Под рубашкой Я говорю Не помню Я говорю Да я все помню За какие подарки То есть Как бы Все это было Никуда это Вроде бы Коммунистический режим А все это было Эти святые люди Жили среди нас Как были монахи Как были монахини Как были блаженные И уродивые Так они есть И во веки веков Будут И они всегда Среди нас Поэтому Когда Кто-то Делает Зло Другому человеку Я стараюсь Его не осуждать Первое Человеческое Появляется Ах ты такой Секой Это человеческое А потом Включается Уже духовное Не имеешь Права Его осуждать Откуда Ты знаешь Все Предпосылки Почему Именно так Или так Сделал Нет такого У тебя Права Только У Бога Есть право Быть Судьей Это Бесы Его Как Преподобный Паисий Ситогорса Прославили Да Преподобный Паисий Говорил Что Надо Сам Виновать Человек У него Фабрика Добрых Помыслов Работает Сердце Или Злых То есть Никто Невиновен Сам Человек Виновен Он У себя У него Добрые Помыслы На Все Или Добрые В Мироте Как Или Пессимист Или Оптимист Называется Один Из Сего Делаю Такое Другое Другое Делает Другое Но У нас Это По-другому Или На Добро Или На Зло Можно Абсолютно Все Перевести В Зло Можно Абсолютно Все Перенести Я вот перевожу Сам Для себя Люди Не делают Злого Я постоянно Говорю об этом Нет Злых Людей Есть Люди Которые Попали Под Злую Волю Бесовскую А Злых Людей Не Бывает Поэтому Если Обратиться К Злому Человеку Которого Все Считают Злым Человеком Как Доброму Человеку Но Попавшему В Плен Он Обязательно Ответит Потому Что Я же Не Один Это Делаю А С Богом Вместе Я же У Бога Прошу Господи Помоги Мне Наладить Это Самое Отношение С Этим Человеком Помоги Мне Помочь Ему Вот Если Так По Другому Сказать Помоги Мне Помочь Ему И Господь Обязательно Поможет Как Евангелие Написано Почему Не Получаете Потому Что Не Просите Почему Просите И Не Получаете Потому Что Просите Не То Что Вам Полезно А То Что Вам Хочется А Если Вы Будете Просить То Что Вам Полезно Для Спасения Вашей Души Бог Обязательно Это Даст Здравствуйте Как Понять Волю Божью И Своё Предназначение В жизни Для Каждого Человека По Своему Кто Вырос Послушание Своим Родителям Всё Зависит Воспитание Всё Начинается С Этого Если Человек Вырос В семье Вырос В семье Где Было Очень Строгое Воспитание Ем Очень Легко По Жизни Ити Потому Что Он Готов Выполнять Приказы Готов Прислушиваться Чужому Мнению Готов Просто Слышать А если Ребёнок Вырос Один И Привык Топать Ножкой Или Как это Сейчас Принято Падать На пол И Кричать Мама Хочу Ну У такого Человека Просто Страшная Жизнь Просто Это Страшно Смотреть На это Ну Я Такое Видел И Говорят Что Сейчас Вроде Б Как бы Даже Психологи Разрешают Так И Делают Так Поступать Но Этот Ребёнок Просто Как бы Убит Для жизни Будущей Не для Вечности Любого Человека Можно спасти Но В этой Жизни Будет Тяжело Жить О Каком Промысле Божьем Можно Ити Речь Если Он Считает Что Он Прав Во всем То есть Он С детства Живет В этой Самой Духовной Прелести То есть Он Как Он Считает Что Он Выработал Определенные Методы Поведения С людьми И Эти методы Правильные На родителях Это работает Он Пытается Потом Это На других Людей Перевести Не Получается И Зачастую Когда Такого Ребёнка Не Получается Это Делать У нас Почему Самая Большая Смертность У детей С 10 До 14 Лет Самоубийство Потому Потому Что Как Раз Ребёнок Вырос В семье Такой Когда Он Становится Отраком Его Модель Поведения В обществе Таких же Детей Не работает И Он Конфликт А Как Выйти из Конфликта Мама С папой Не слушается Священник Для него Не указ А Дети Над ним Смеются Издеваются Всё И Ребёнок Делает Непоправимую Ошибку К сожалению Это так Но Здесь Виновата Полная Вина Родителей Даже У меня Таких Помостов В детстве Не было Как Это Только Вперёд И Вперёд У нас Там Мы Всё Строили Чего-то У нас Учили Взрослых Строить Но Бабушка Говорила Мы Не строим Мы Должны Жить Для Людей Положить Душу Свою За Други Своя Вот Это Один Из Самых Главных Принципов Жизни Человека Который Двигает Его Вперёд И Наполняет Его Жизнь Каким-то Смыслом Батюшка Прошу Вашего Совета Я Замужем 25 лет Двое Детей У нас Хорошая Семья Была Год Назад Ушёл К Такой Женщине Говорит Что Очень Любит Меня Детей И Этот Год Он Мечется Я Много Время Провожу В храме Но Вера Надежда Меня Прокидает Что Мне Делать Дальше Можно Расскажу Случай Приходит Женщина К батюшке И говорит Что-то Подобное Как у Вас Но Там Немножко Было По-другому Он И туда Уходит И Домой Приходит И Батюшка Ей Говорит Выпиши Все молитвы Какие только Найдёшь О семье В тетрадку И Молись И Самое Главное Ни одного Слова Упрёка Ну Ни одного Слова Упрёка Мужу Проходит Три года Три года То есть Вот такой Вот Непрестанной Молитвы Постоянной Боли Постоянного Переживания Где он Как он Уйдёт Не уйдёт Вернётся Не вернётся Заболеет Не заболеет Что там И как И в один из дней Звонок Пришёл муж С работы И в руках Несёт Такой букет Триста роз Она такая А что это А я сегодня Причастился А ну как это Ну вот Прости дорогая Я буду просто Мы с батюшкой Поиграли Поиграли с тобой Прихожу Я говорю Как ты домой Пьяный После очередной Такой вот Кутежа Захожу В одну комнату Тебя нет Захожу В другую комнату Тебя нет Захожу В третью комнату В спальню А ты На коленях Стоишь Перед иконами И заснула Или там От переживаний А в руках У тебя тетрадь Вся в слезах Мне говорит Стало стыдно Я пошёл В бочке Рассказал Мне всё это Вот Он говорит Давай так Блуд Прекращаешь Вот Ей ничего Не говоришь Но продолжай Жить Как и живёшь Но уже без блуда Дал ему Эпитимию Какую-то И этот человек Эпитимию Выполнял Когда Эпитимия Закончилась Он допустил Это причастие И семья Восстановилась То есть Она спасла Свою семью Как вот женщины Говорят Когда уже Терпение Совсем уже Кончилось Когда уже Последнее Последнее Китайское Предупреждение Уже Прошло И уже Всё-всё-всё Я Говорит Батюшка Набираюсь терпения И терплю дальше То есть Женщина Вот женщине И как Тыловое Обеспечение Наше Мужское Ей даны Невероятные силы Которых мужиков Нет Она может Вымолить Всё Она может Вымолить На своих плечах Весь мир Поэтому Надо Начать с молитвы Без молитвы Ничего не получится А с молитвой Можно горы перевернуть С молитвой И с верой В то Что Обязательно Господь услышит А там можно Воле Божьей Как всё это будет Но За всеми надо бороться Нельзя Опускать руки И ещё Нельзя Допускать мысли А может быть Я без него Может быть Мне без него Будет лучше Это предательская мысль Это не ваша Это слева Мысль Это не человеческая мысль Если Вас Бог соединил Особенно Если Венчанные люди Надо бороться Год Два Десять У меня на исповеди Как-то была семья Они шесть раз женились Шесть Пять раз разводились Шесть женились Сейчас вместе То есть Они победили Так и живём Побеждаем Проигрываем Побеждаем Проигрываем А там уже Как воля Божия Дети есть у вас? Да Вот этих двух Тоже на битву подрядить Мы молимся Вот Всем молиться То есть Как бы И я советую Вообще-то Всем близким Которые с этим вопросом Обращаются Молиться так Господи Дай моему решимости Моему мужу Обрести покаяние То есть Надо признать Что мы Трусы Мы боимся Что бесы Нас растерзают Бог где-то далеко А бесы рядом Вот они Мои Соседские Там Ещё там Бандитские Ещё кто-то Мужа Жены Они же не растерзают Поэтому Я их боюсь А вот не надо бояться Надо как бы Надеяться на Бога И просить у Него помощи Чтобы победить Эти бесов А не человека А может его Колдовали А может там Да всё что угодно Может быть Если человек Не причащается Не исповедуется Он не защищён Для чего мы Постоянно Причащаемся И исповедуемся Чтобы быть в благодати А благодать Очень легко Потерять Он С храма вышел Сколько раз Только вышла Из храма И кто-то там Толкнул И говорит Батюшка Я даже сама себя Не узнала Оказывается Я такая злая Я только что Причастилась Святых Христовых Таин Откуда во мне Это Что я успела Выговорить Там такую целую тираду Или там Ребёнок То есть Человек причастился И тут ребёнок Под ногами бегает И хоп Пинок ему Под зад Кто-то Думаешь Ну только что Причастились Получается Или причастия Не было Или исповедь Была Нечистая Или причастия Не было Поэтому Нет богодати Поэтому Молитва И надежда На Бога Причём Просить Молиться Об этом всех И обязательно Своего духовного Отца И так и молиться Господи Молитвами Моего духовного Отца Помоги Мне Сохранить Семью То есть Здесь Первый Помощник Как раз Вот в этом случае Это духовный отец Он поможет Вопрос С другой стороны Вот У меня личная Ситуация Такая Живу с девушкой Точнее С женщиной У неё есть Ребёнок И С мужем Они в разводе Уже Более 7 лет Когда начали Общаться Я Понял Что Ну Скажем так Общения С мужем Нет А когда Начали Жить Вместе Понял Что Ну Муж Практически Каждень Появляется Забирает Ребёнка Отвозит В школу И Стало Приходить Чувство Что Находишься В чужой Семье То есть Как бы И Соответственно Возникает Уже Сомнение Стоит ли Дальше Строить Отношения Строить Семью С этим Человеком Спасибо Ну По сути Вы сами Ответили На свой вопрос То есть Как бы Эта женщина Как раз Не может Разобраться В самой себе С вами Или быть Или с ним То есть Как бы Это вопрос Не ваш Или её Это объясняется Тем Что Есть Ребёнок Его Нужно Забирать Кому В школу То есть Опять же Постоянно Позицировать Передать Передать Ребёнка Забрать Ребёнок Вообще Конечно Это страшно Вообще Это Жить Когда У ребёнка Двое Пап Двое Мам Это Конечно Это Беда Ну Со священником Надо Просто Как бы Вместе Приходить Со священником И решать Или Этот человек Есть В вашей Жизни Или Его Нет То есть Поэтому Нужно Исповедиться За вопрос Правильно Вам Вместе Решать Надо Вдвоём С женой То есть Тот Бывший Муж Есть В вашей Жизни Или Его Нет То есть Надо Поговорить С ним Ты Как Собираешься Как Дальше Это Что У нас Получается Что За семья Такая Вообще Семья Создается Для Рождения Детей Один Второй Третий Восьмой Вы Родили Кого Ничего Ну Во-первых Ты Надо Или Узаканивая Отношения С ней То есть Венчаться А Если Ты С ней Венчаешься То есть Венчанный Брак Извините Это Твоя Жена И Он Уже Никто Ну Как Поможет Водитель Отводит Ребенка В детский Сад Ну Ты Ее Муж Но Это Уже Как Бы Не Просто Намерение Ты Уже Четко Обозначаешь Ты Ее Муж Ты За Все Отвечаешь То То есть И Она Получается Бразды Правления В своей Семье Дает Тебе Тебе Решать Этот Водитель Отводит Твоего Ребенка В сад Это Уже Твой Ребенок Не Его Не Тот Кто Родил А тот И воспитал Тот Кто Ему Все Дает Кто Отвечает За Его Жизнь То Есть Как Ты Взял Эту Женщину С Ребенком Ты Берешь Ее Со Всеми Ее Обязательствами По Жизни Это Очень Ответственный Поступок Очень Ответственный Поэтому Надо Вместе С ней Идти К Священнику И Вдвоем Решать Как Вам Жить Дальше Не По Одиночке А Вместе Потому Что Это Ваша Жизнь Вы Вместе Должны Прожить Или Пороси А Вот Это Сиденье На двух Стульях Ничему Хорошему Не Приведет И У Ребенка Будет Неправильное Что-то У У Меня Были Как Случа Из Моей Жизни Что Жены Возвращались К Мужу И Жили Дальше А Были Наоборот Случа Что Женщина С Ребенком Жила В Новой Семье И Новый Отец Становился Полностью Отцом Для Этого Ребенка И Просто Тот Просто Уходил Из Жизни Ну Просто Ты Не Нужен Есть Отец А Ты Уже Не Нужен Ты Не Оправдал Своих Надежд Второй Шанс Иди Дальше Куда Ты Иди А Вот Эти Частно Собствен 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 Эти Самые Это Мой Ребенок Нет Моих Детей Есть Божьи Дети Вот Это Это Мой Ребенок Это Не Мой Ребенок Отношение Такое Что Это Божий Ребенок Поэтому Никаких Опытов Над Детьми Ставить Нельзя Потому Что Если Нанесем Травму Я Опять Возвращаюсь К Тюрьме Ребят Больше Подавляющее Большинство Людей Которые Там Преступление Совершили У них Было Очень Плохо В семье Очень То есть Как бы Это очень Влияется На Будущую Жизнь Вот Это Вот Метание Туда Сюда Поэтому Надо быть Благоразумным Нет Вопросов Которые Нельзя Решить Все Можно Решить Обо Все Можно Договориться Мирно Спокойно Без Скандалов Но Это Надо Втроем Решать Со Священником Ну Тебе Как Мужчине Первым Надо Решать То есть Как бы Это Твоя Женщина Это Твой Сын Или Дочь Готов Ты За него Пострадать Или Не Готов Который Ты Сам Должен Себе Ответить Готов Биться За него Воспитываться Готов Ты Сделать Так Чтобы Он Тебя Считал Своим Отцом Вот Он Будет Тебя Считать Своим Отцом И Больше Никого Это Подвиг Конечно А С тем Человеком Я не знаю Как Как Он Допустил Что Жена Ушла Почему Разошлись Какие Обстоятельства Что Такого Произошло Не Сошлись Вомнениях Да Но Это Не Сошлись Вомнениях Как Официальная Версия Официальная Версия Большинства У нас В Тульской И В Калужской Области Года Два Назад Был проведен Такой Такая Акция Была Проведена В день Петра И Февронии В этих Двух Областях ЗАГСы Не работали На развод Знаете Почему Потому Что Статистика Из 100 Браков 91 Развод В Калужской И Тульской Области 100 Браков Заключается Из 91 Расходится Вот Так Вот Люди Не сходятся Сомнениями Во мнениях То есть И вот Другой Опыт Я живу Среди Православных Но за Многие Годы Сколько Я уже В монастыре Живу Только Одна Семья Разошлась Только Одна Единственная Семья А я знаю Многих 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 Семей То есть Очень тяжело Православному Разойтись Как это так Ну Это как-то Немыслимо Как это можно Богом данная Семья Как можно Разойтись Только одна Семья Из моего Из моего Угрожения Может быть Из вашего Там кто-то Больше Но из моего Нет У меня только Одна Такая То есть Я Вижу Что Вера В Бога Жизнь По Божьим Заповедям По закону Божьему Сохраняет Семью Сохраняет Детей То есть И дети Растут И Работа Есть И люди Живут Полноценной Жизнью Достаточной Плодотворной Хорошей Красивой Жизни Не обязательно В большом Достатке Они живут Радостно Самое главное Потому что Радость Может дать Только Дух Святой Только Он Наполняет Душу Радостью Вечность Встречи С Вечностью Хорошо Есть еще Меня вот Интересует Моя мать Была Катарической Верой Если Я узнал Тогда Она Упокоилась Попросила Передать В другом Городе Попросила Меня В католический Храм Пойти И Помолиться За нее Принести Эту бумажку Чтобы Ну как Упокоить Читали Отдать Им Хотя Я был Крещен И Сосон Крестному Посещали Я Очень был Удивлен Что Почему Это Беларусь Командировки Да Действительно В Западной Беларуси Под Гродно Там 30% Католиков И вот Я Батюшка Я удивился Конечно Да Сначала Отношение Такое Ага Батюшка Так Ник Сеанс Ну это Буквально Первые 30 секунд А потом Все Обычное А потом Нормальное Отношение То есть Как бы Каждый Человек Может сам Все вокруг Себя Поменять То есть Есть Что у нас Общее Общее У нас есть Надежда На вечность И Общее Общее Вообще Всех Объединяет Любовь Вообще Любовь Это Бог Спорить Есть Опять же Возвращаясь К тому Спорить Можно Доказывать Свою Правоту А Можно Не доказывать Свою Правоту Просто Своими Действиями Доказывать Вот Я Вырос В Мусульманском Мире И Что я Видел Когда Мне Там Кто-то Говорит О Разделениях Я Видел В своей Жизни Вот Что Когда Мы Ехали В храм Нас Вез Мусульманин На такси И Что Я Слышал В конце Когда Бабушка Давала Деньги За Проезд Матушка Или Мать Грех Брать Деньги Со Святого Человека То есть Даже За то Маленькое Количество Времени Которое Мы Ехали В такси Этот Родной Мне Человек Успевал Так Воздействовать На человека Что Его Считали Святым Вот Нам Дал Бог Каждому Из вас Обожиться То есть Как бы Благодаря Благодати Святого Духа Благодаря Причастию Стать Богами По Благодати Здесь На земле То есть Мы Должны Являться Настоящими Ангелами Вестниками Христовой Воли Мы Каждый Из нас Поэтому Мы Не будем Говорить Политическое Уже Такое Кто На какой Основе Объясняется Чем Плохие Католики Чем Плохие Православные Или тем Хороши Или тем Или те Или эти Это Есть Догматическое Богословие И сравнительное Он рассказывает Вот Професс Осип Рассказывает Все Хорошо Там Действительно Белоруссия Очень Часто Там Разрешается Кстати Если Для Нас Ортодоксальных Православных Христиан Это Дико То Что Там Происходит Там Допустим Разрешается Если Мош Католика Жена Православная Венчаться По православному Но Это Уже Там Решает Это Уже Не Наше Дело Как Там У нас Такого Нет У нас Все Православные И вот Видите Вот Это Для Белоруссии Находится Как раз На грани Этого Мира И Нашего Мира Выбор Человека Каждого Ты В каком Мире Хочешь Жить Истинно У кого У нас Давным Давно Наверное Те Сборис Не Помнишь У нас Из Монастыря Одного Приезжали Католические Монахи И Пытались Здесь У нас Наладить Плошение С Собчиной Пусть Но это Было Давно Не Получилось Я не буду Говорить Так Подробности Не Получилось Контакта Когда Нам Нужно Было Также Послать Нашего Иеромонаха Туда Мы Проявили Не Знаешь Об этом Мы Проявили Такую Военную Хитрость Ну Сказали Да Конечно Вот Он Поедет День Час Садится В машинку Заболел Срочно Другого Не Можем Послать Только Этого А он Больна И В итоге Поехал То есть Как бы Возможность Объединения Может только На основе Любви Кто-то Кому-то Должен Уступить Ну Как-то Нам Не хочется Уступать Мы Знаем Что Мы Правы Но Если Кто-то Может Доказать Что Мы Не Правы Пожалуйста Мы Готовы Как Это Сказать Как Наш Президент Диалогу Давайте Садиться За стол И Обсуждать Что И Как Пока Что Никто Не Садится Поэтому Так И Живем А Не Там Мы Там А Уже На Том Свете Выяснится Кто из Нас Прав Кто И Виноват А Пока Что Здесь На Земле Нас Объединяет Семья Нас Объединяет Работа Нас Объединяет Страна В которой Мы Живем Земля Вот Единственное Что Нас Объединяет А Чисто Духовном Уровне Вот Я С Этим Католиком Вот С Этим Как Раз Миссионером Католическим У Меня Евангелие На Русском На Срековно Славянском У Него На Латинском Открываем Один И Тот Ж Стих Там Написано Аще Не Будете Пить Н Есть Тело Мое И Пить Кровь Мою Не Войдете Царство Небесное Он Читает Я Читаю Он Читает Я Говорю У вас Миряне Кровь Христову Пьют Он Говорит Нет У Нас Пьют Мы Одинаковые Или Разные Он Говорит Мы Одинаковые Говорит У Реша Вы Лишили Мирян Крови Мы Нет У Нас Крови Я Говорю Не буду Спорить С тобой Говорю Просто Вот Евангелие Твое На твоем Языке Написано Там Написано А еще Не будете Тел Крови А что? Ну Есть Просто Есть На западе Такие Пехоты А Уже Появляются Начали Давать Ну Да Уже Разделение Тысячи лет С которыми Было Все таки Начали Давать Понимаешь Что Что Не То Значит Скоро Объединимся Раз Они Начали Давать Кровь Но Все таки А мы Тысячу лет Так и Продолжали Давать Кровь Христову Людям То есть У нас В нашей Церкви И тело Христово И кровь Христово Без Изменений Поэтому У нас Ничего Не поменялось А если Кто-то Как бы К нам Хочет Присоединиться Пожалуйста Ну На нашей Базе Да Слушаю Есть Еще Батюшка Скажите Пожалуйста Как Себя Понудить Когда Ты Знаешь Что Люди Тебя Обиделись И Ты Даже Попросил У них Прощения Но Они Продолжают К примеру На тебя Держать Обиду Не Разговаривают С тобой Не Здороваются Как Понудить Себя Чтобы Вернуть Любовь Вот Я имею Ввиду Не то Что То есть Я понимаю Что О них Нужно Молиться Но Как Нужно Именно При Встрече С ними Себя Вести Проявлять Любовь А это Трудно Делать Когда Ты Вроде Попросил Прощения А Вот Принять Это Прощение Не Хотят То Эту Тему С ним Не Поднимаю На Все Другие Общаясь Эту Не Поднимаю И Он Видит Что Я Не Хочу Его Обидеть То Есть Надо Идти От Человека Которого Напротив Вас От Него Не От Себя То Есть Как Опять Убить Себя Самого Себя И Что Ему Человеку Надо А Может Он Общаться Не Хочется Человек Это Вам Хочется С Ним Общаться Что У Вас Обязательно Были Хорошие Отношения С Ним А Он Не Хочется С вами Общаться Но Есть Такая Даже Народная Пословица На Сильный Мил Не Будешь Зачем Навязывать Себя Человеку Отойди В Сторонку И Молись За Него То Есть Два Обращения К Богу Прямой Я Ты Есть Через Бога Я Богу Бог К Нему Если Такой Не Проходит Путь Общения Обращайся К Богу Господи Если Есть На То Твоя Воля Святая Чтобы Я С Ним Общался Ну Помоги Мне Наладить С Ним Общение Нет Да Хоть Ты Что угодно Сделай Не Получится Ну Не Получится Но В Душе У Себя У Человек У Самого Себя Должно А Действительно Я Его Простил А Действительно Летний У меня На него Обида Оставшаяся А Если Покопаться Получается Что Есть И Если Мы Думаем Что Люди Которые Не Видят Этого Мы Ошибаемся Вот Как Мне Женщины Говорят Мужики Это Вас Касается Я Гри Знаю День И Час И Минуту Когда Он Изменил Мужик Такой Приходит Батюшка Жена Ничего Не Знает Жена Подходит Батюшка Да Я Все Знаю Только Виды Не Показываю Так Что Мужины Знаете Женщины Всегда Знают Когда Вы Изменяете От Ничего Потому Что Вы Одно Целое Невозможно Сказать Когда Любящий Ну Тут Как Бо Женщин Больше Касается Мужчины Они Более Эгоистичные Более Хладнокровные У них Нет Таких Чувств Переживаний Такой Тонкой Организованной Души Как У Женщин Женщин Так Мужчины Знаете Женщину Обмануть Невозможно Мудрая Женщина Сделает Вид Что Ничего Не Поняла Глупая Женщина Скажет Мы Не Сошлись Характером Я Ухожу К Другому И Будет Искать Вторую Попытку Треть Четвертую И Как Следствие Жизнь Вся Враздрай Все Плохо А если Мудрая То есть Я расскажу Такой случай Значит Он полковник Только Не смейтесь Но Это Случай Жизни Значит Мама Как мне Поступить В этом Случай Иди К папе Спроси Мама Мы уже Папа Ничего Не соображаем Я Сказал К отцу Хоп Через 5 Минут Дед Подходит Слышь Там Сын Подошел Спрашивает Че Дело Че Сказать Он Скажи Ему То И То То И То В Такую Игру Играет 40 Лет 40 Лет Мудрая Женщина Трое Сыновей Муж Полковник Она Учительница И Так Играя Всю Жизнь То Есть Как Б Она Показывает Свою Мудрость Этих Троих Ребят Поэтому Просто Машка Поверьте Можно Всех Помирить Вообще Просто Божья Благодать Она Бескать Как Океан Бог Океан Любви Просто Представьте Океан Можно Зачерпнуть Сколько Хочешь Хочешь Горсть Хочешь Две Горсти Хочешь Ведро Хочешь Целый Тазик Вот Сколько Попросишь Он Даст Этой Благодати И Помириться Со Всеми И Наладить Отношения Абсолютно Со Всеми Вот Сколько Даже Но Главное Что Надо Вести Себя Так Допустим Уже Обидели Человека Не Упрекать Вот Упреки На самом Деле Или Доказывать Своё Мнение Надо Уметь Как Своё Я Поставить Сторонку И Согласиться Где-то Согласиться С человеком Где-то Не то Что Унизить Себя Где-то Смириться Перед Человеком От Него Пойти То Выяснить Просто На самом Что Человек Почувствовал Вашу Значимость И Важность Вашего Наличия Рядом С ним Тогда Обиды Уходят Если Человек Понимает Что Вы ему Нужны Обиды Уходят И Всё И живём Дальше Прекрасной Жизнью Плывём На корабле Одном Мы Все На одном Корабле Называется Православная Церковь Один Большой Корабль Кто С него Спрыгнул Всё Обратно Уже Трудно Попасть То есть Любовь И труд Всё Перетруд Всё С любовью Просто На самом деле Да Ну Обиды Бывают Обиды У людей К сожалению Но Опять Это Без Допустил Что Человек Обиделся И Какое-то Разногласие Подошло А Кстати Особенно В больших Городах Происходит Сейчас Люди Очень часто С этим Вопросом Подходят Матери Судятся С детьми По поводу Жилья Или Отцы То есть Это Квартирный Вопрос Так Называем Страшно Да То есть Вырастает Дочка Ей там 20 с чем-то лет Она такая Умная Она говорит Мама Я хочу жить Отдельно Живи Нет Мы Нашу Квартиру Делим Ты Остаешься В однушке А мне Двушка Дочка Это Моя Квартира Но я Здесь Тоже Прописан У нас В Советском Союзе Когда мы Там Раньше Жили Такого Не Было 16 12 лет Исполнилось Пинка Получил И идешь Доказывать Миру Кто ты такой Сейчас Немножко Как-то Изменилось Почему-то Дети Считают Что Жилье Мамы И папы Это Его Жилье Ну Такие Времена Пришли Как-то Все Поменялось Ну Мы Воспитывались По-другому Это Отцовское Жилье Это Дом Куда Я могу Прийти Это Не Мой Дом Это Дом Моих Родителей И я Там Жил А я Должен Построить Себе Своё Жилье Создать Себе Свой Дом Построить Купить Не знаю Что Я Должен Построить Благодаря Тем Навыкам Которые Дали Мне Мои Родители Тем Знаниям Которые Дали Родители Тем Связям Которые Дали Мне Родители Я Должен Сам Себе Построить И мы Строили Ну Взрослые Люди Кто Здесь Сидят Взрослые Люди Как Я Прав Кто Из Советского Союза Было Такое Еще Государство Давало То Есть Как Б Ну Нас Воспитывали Так Что Ты Должен Сам Всего Добиться А Сейчас Почему То Дети Считают Что Какие Хоромы У папы С мамой Это Мои Хоромы Это Неправильно Ну Может Быть Это Правильно Но Как Я Считаю Что Неправильно Это Мое Мнение Может Быть Может Быть Не Мене Церкви Но Мое Чисто Здравствуйте У меня Такой Вопрос У меня Сейчас С семьей В основном С близкими Самыми Близкими Людьми Там С мамой И Остальные Конфликт Который Длится Уже Достаточно Долгое Время И Я В данный Момент Даже Уже Потерялся Я Не могу Найти Начало Этого Конфликта В чем Вообще Где Я Допустил Какие Дошли Где Может Именно Они Допустили Сколько Лет Наверное Давно Еще Когда Я Начал Поступать В университет То есть Определяться С профессией Там Тоже Были Некоторые Разногласия Но Тогда Я Не Смог Представить На Своем И Решил Что Ладно Послушаю А все Так Буду Делать Своё И Продолжал Делать Своё Потихоньку И В данный Момент Последние 5-6 Месяцев Уже Этот Конфликт Перешел Практически Войну С ними И Как Выражается Эта Война Выражается В том Что Последние Где-то 3 года Назад Я Деньги Которые Мне дали На учебу На контракт Потратил На путешествие В Азию Вот И Думал Что Я Сам Разбил Найду Свой Путь Научусь Да И В итоге Там Меня Постили Неприятности Ну Да Неприятности И Нападение И Со стороны Все Потерял Ну Может Проиграл Какую часть Вот И В данный момент Ну Когда там В Азии У меня были Дела Очень плохие Моей семье Моей маме Позвонил Сказал Если можете Заберите меня Отсюда И Ну В Россию Хочу вернуться И Как бы Осознаю Что Забрали Забрали Да Но в России Я считаю Что У меня Не было сил Мне нужна была Реабилитация И вот Как бы Забрали А дальше Что делать Как будто Просто Кинули И Делай Сам Дальше Что Хочешь Здесь Что я могу Посоветовать В этом Случае У нас 941 Монастырь 35 тысяч Приходов Церковных То есть Даже Нет Даже больше Кажется Священников Можешь Выбирай Любого Духовного Отца Священника Становись Ему Помощником И он тебе Поможет Найти Путь Жизни И Твои Родители Глядят Что ты Нашел Свой Путь В жизни Вот у нас Сколько В монастыре Людей Вы что Думаете Все у нас Трудники Которые приходят К нам Монастырь Становятся Монахами Нет У нас Есть люди Которые Работают У нас С трудниками Месяц Два Год Пять Лет А теперь Он Мы думали Что он Послушником Станет А у него уже Пятеро детей И семья И бизнес А другой Мы думали Он будет Послушником Он будет Монахом А он Офицером Стал И жена А этому Мы думали Тоже Станет Монахом А он Женился И сейчас Священником Стал То есть В монастыре Как бы Рядом Со священником То есть Священник Дает возможность Человеку Остановиться Успокоиться То есть Как бы Присмотреться Что происходит Вокруг Кто я такой Кто вокруг Меня Что я должен Делать Что я должен Иметь Чему я должен Научиться И потом Выбирает Свой путь Когда у него Вот этот Раздрай Поиски То есть Ты сейчас Сам Сказал Что Родителям Не нравятся Твои поиски Потому что Деньги Их Поэтому А когда у тебя Поиск Прекратится И не Они Не ты У них Просишь А ты Гришь Папа Я тут Заработал Сто тысяч Может У тебя Не нужны Деньги Отличные Есть Я тебе могу Отдать А откуда У тебя Да я Заработал То есть Проходит Время Ты просто Докажешь Родителям Сам Ты сам Увидишь Никакого Конфликта У родителей С тобой Нет А им Просто Обидно Что они Хотели Одного А получилось Другое Конфликта Нет Как только Ты станешь На ноги И будешь Самодостаточным Человеком Который Сам Принимает Решение И решение Правильное Или Хотя бы У тебя Будет Советчик Опытный Который Будет Давать Правильные Советы И родители Увидят Что ты Живешь Правильно Конфликт Ищи Сам Собой Просто Родители Испытывают Эта Конфликт Ситуация Она В чем То есть Они Видят Что Они Тебе Не указ И они Видят Что Никто Тебе Не указ Поэтому Как в Бронусском Движении Тебя Толкают Со всех Сторон Что Ты Куда-то Прибился Куда-то К какому-то Краю И Закрепился А Когда Закрепишься Ну Допустим Я Когда Приехал В монастырь Мне Отец Говорил Первые Годы Сын Ну Ты Там Что Долго Уже Там Уже Год Прошел Два Три Ты Давай Прекращай Это Дело Внуки Нужны А Свой Путь Окончил Здесь Приехал Ко мне Умирать Сюда К своему Родному Сыну И В прошлом Году Его похоронили То есть Он у меня Здесь Под моей Опекой Умер То есть Он пришел То есть Я Как и ты Получил Образование Мне сказали Родители Я говорю Пап Куда мне Поступать Идешь Туда Есть Закончил Институт Пока Учился В институте Работал По специальности Как только Закончил Институт Я ни одного Дня Не проработал По специальности То есть Дальше Я выполнил Волю Божию Волю Отцовскую Как они Хотели С мамой А потом Я жил Как я хотел Но Моя жизнь Как я хотел Дело Потому Что Отец Окончил Свой Путь Жизненный У меня Видя Что Сын Как бы Добился В жизни Чего-то И поэтому Прихол Ко мне Точно Так же Твои Родители К тебе Прият Если Ты докажешь Им Что Ты Чего-то Стоишь В этой Жизни А каждый Из нас Чего-то Стоит В этой Жизни Нет Людей Которые Ничего Не Стоят Все Мы Стоим Чего-то В жизни И все Мы Чего-то Добиваемся Просто Они Этого Еще Не Увидели Покажи Нет Конфликта На самом Деле Конфликта Никакого Нет Все Хорошо Поэтому То Что Я имею Тем И делюсь Сколько Священников Сколько Приходов Сколько Всяких Братств Сколько Монастырей Полно Благодати Просто Она у нас Разлита По территории Нашей страны Океаном Морем Где хочешь Один Не понравился Большой Другой Третий Четвертый Обязательно Найдешь Опытного Духовного Хорошего Наставника Который Тебе Будет Давать Такие Советы И Помогать Тебе По жизни Найти Себя Жизнью То есть Как раз Вот эта жизнь По совету Старших Опытно Духовных Или просто Опытно Даже Житейских Имеющих Опыт Он очень Много Дает И когда Человек Смиряет Свою гордыню Свою Юношеский Максимализм И говорит Вот как Скажет Вот я Спрошу У него Спрошу У него И вот Потом Выберу Какое-то Решение А не Вот как Я хочу Как я хочу Обычно Заканчивается Печально Бедой Заканчивается Это Или Духовные Прелести Человек Впадает Куда-то Или попадает То есть Обычно Такой Человек Который Как это В Библии Двоящийся С двоящимися Мыслями Обычно Попадает К сектантам Очень легко Убавляется А Они Мозги Голову Так Тоже Не страшно Божья Богодать И это Может Исправить Главное Намерение И вера В то Что Господь Поможет Все решить Все решается Нет на земле Вопросов Которые Нельзя решить Все решается С помощью молитвы И Божьей Благодати